Вьетнамский дракон Новые звезды Азии Расстояние между Минском и Ханоем более 7 тысяч километров Тем не менее, Вьетнам для нас самая близкая в Юго-Восточной Азии государство Где Беларусь знают, ценят и самое главное ждут Практически каждый вьетнамец хотя бы раз в своей жизни носил Беларусь возле своего сердца Дело в том, что с 1987 года на купюре в 200 донгов изображен трактор «Беларусь» Он так тогда назывался Именно железные белорусы стали чем-то вроде символа возрождения вьетнамского села Сейчас на полях этой страны каждый второй трактор производства МТЗ Мы уже импортировали не меньше 500 штук 500 белазов? Да Бизнесмен Гуен Хунг хорошо зарабатывает на любви вьетнамцев к белорусской технике Его компания на рынке уже 11 лет Покупая машины и в Японии, и в Европе Предприниматель в последние годы главную ставку в своих бизнес-планах Делает именно на белорусскую продукцию Белазы, мазы, покрышки белшина В своей фирме он даже создал специальный отдел по работе с нашей страной Мы считаем, что очень большой потенциал, который белорусские техники, технологии в Вьетнам Будет конкурировать с японцами, с корейцами На следующий год эта фирма уже подписала контракты на покупку сотни белорусских грузовиков и двух десятков карьерных гигантов Скоро компания господина Нгуена открывает в одной из провинций Вьетнама И крупный центр обслуживания техники из Синеокой Белорусские бизнесмены, они отличаются от других С нами они не как только партнеры, а как с друзьями Бизнесмен с гордостью показывает нам вид из окон своего офиса И обращает внимание на то, что с развитием его страны меняются и пейзажи родного Ханоя Вы видите, вот за два года новые здания Лота уже построены А раньше уже нет, и рядом с ним много уже строят На фоне малоэтажных зданий, многие из которых построены еще во времена французской колонизации Растет новый Ханой, высотный и деловой Вот этот 67-этажный небоскреб, к примеру, возвела компания из Южной Кореи Вьетнам сейчас активно привлекает иностранный капитал В этом году объем зарубежных инвестиций составил 20 миллиардов долларов И транснациональные корпорации совсем не смущаются от того, что в названии этой страны до сих пор сохранились слова Социалистическая республика Революционер, отец нации и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин по-прежнему остается самой почитаемой фигурой в этой стране Дядюшка Хо так ласково называют его вьетнамцы Именно Хо Ши Мин организовал коммунистическую партию Вьетнама Которая до сих пор является главной политической силой в этой стране Здесь прошла собственная перестройка, которая не развалила, а наоборот укрепила это государство И дала мощный импульс для экономического развития Новую экономическую политику здесь провозгласили в 1988-м Она называется «Дой мой» — обновление, если по-русски Суть программы — дать свободу частным компаниям Но при этом сохранить все-таки руководящую роль государства в экономике И такая схема сработала И в начале 21-го века внутренний воловой продукт Вьетнама показал внушительный четырехкратный рост Как и Беларусь, эта страна большую часть своей продукции экспортирует В прошлом году поставки за рубеж принесли в экономику около 150 миллиардов долларов В Вьетнам проводят открытую политику, Вьетнам является членом БТО И Вьетнам уже по экспорту на первый месяц планшета, мобильный телефон, электроника на 27 миллиардов долларов А три года назад еще на первом месте в экспорте была легкая промышленность В социалистической республике Вьетнам появился и долларовый миллиардер 47-летний Фамнят Веонг сколотил свой первый капитал на производстве лапши быстрого приготовления Господин Буи также в списке богатейших бизнесменов Вьетнама Он руководит машиностроительной корпорацией, которая уже почти 40 лет производит грузовики, а также запчасти для автомобилей В последнее время эта компания увеличивает продажи и свои доходы на 20-30% ежегодно Мы с МАЗом выбрали именно вот эту модель грузовика для совместного производства во Вьетнаме Мы надеемся, что такая машина идеально подойдет для наших условий и будет популярной среди перевозчиков На долю этой корпорации приходится пятая часть всего рынка грузовиков Вьетнама В пригороде Ханое завершается строительство современного завода, где уже с нового года будут собирать 4 модели грузовиков МАЗ Официальное соглашение об этом было подписано на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме Во время войны мы использовали очень много белорусских грузовиков Надеюсь, что с нашим участием МАЗы вновь вернутся во Вьетнам Теперь уже на наши мирные дороги Вьетнамцы доверяют качеству белорусской техники Поэтому я уверен, что вместе мы завоюем хорошую нишу на рынке Кроме того, у нас уже есть конкретный план, как экспортировать в страны ОСИАН именно автомобили МАЗ Вьетнам, как и Беларусь, является участником крупнейшего регионального объединения Уже 20 лет официальный Ханой входит в состав ОСИАН Или Ассоциации 10 государств Юго-Восточной Азии В мае нынешнего года эта страна подписала соглашение о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом Таким образом, белорусские производители получают открытое окно на рынок ОСИАН, где проживает более полумиллиарда человек Вьетнам наш стратегический партнер Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным другом нашим в Юго-Восточной Азии И, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами Мы сегодня имеем порядка 190 миллионов долларов в год товарооборота Это, конечно же, ничтожный уровень, если смотреть на потенциалы двух государств Нынешний визит способствовал тому, что мы уже в ходе его подписали ряд контрактов не на одну сотню миллионов долларов Я согласен опять же с президентом Вьетнама, который предложил повысить уровень нашей межправительственной комиссии Для того, чтобы достичь более высокого уровня товарооборота и провозойти уже полумиллиардный уровень товарооборота в ближайшие два года Взаимодействие в условиях интеграции и интеграции стало одной из главных тем очередных белорусско-вьетнамских переговоров на высшем уровне Во время своего третьего по счету визита в Ханой Александр Лукашенко встретился с представителями всех ветвей власти в этой стране Пообщался белорусский президент и с руководством Компартии Вьетнама Именно генеральный секретарь ЦК занимает первое место в неофициальной государственной иерархии У меня остались самые хорошие воспоминания от моего прошлогоднего визита в Беларусь Народ очень добрый, а страна красивая Я полностью уверен, что ваш визит во Вьетнам придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и принесет выгоды сторонам Кстати, в высших эшелонах власти Вьетнама есть могущественное белорусское лобби В его состав входят выпускники наших вузов, которые после возвращения на родину взлетели по карьерной лестнице Например, нынешний министр сельского хозяйства Као Ды Кфат окончил Белсельхозакадемию и аспирантуру в Горках Здесь же у него родилась и дочка, которую родители назвали Белоруссию До сих пор в альмаматор хранят зачетку своего именитого выпускника Я читаю тогда в Минске самые русские Нгуен Суан Хан учился в Беларуси почти 50 лет назад Однако помнит те славные студенческие дни, будто это было вчера Профессор стал видным вьетнамским ученым Написал почти сотню исследований в сфере физики С лекциями ездят теперь по всему миру Получив образование в Беларуси, два моих одногруппника стали во Вьетнаме министрами Все приобретенные у вас знания мы использовали на благо своей родины Как говорил наш президент Хо Ши Мин Когда пьешь воду, помни о ее источнике Так и мы всегда помним, как много Беларусь сделала для нас Несколько тысяч жителей этой страны получили дипломы белорусских вузов в советское время И вот сейчас Минск и Ханой договорились о запуске новой программы Она снова сделает для вьетнамцев образование в Беларуси доступным и привлекательным Сейчас, к слову, 102 молодых человека из Вьетнама уже обучаются в лучших вузах нашей республики Наша молодежь стремится попасть на учебу за границу Я уверена, что белорусские университеты будут популярны среди вьетнамцев Ведь у вашего образования традиционно хорошая репутация в нашей стране Главный ученый Вьетнама, президент Академии наук своей страны В прошлом году стал иностранным членом Белорусской Академии наук Тьяо Ван Минь лично знакомит нас с передовыми химическими лабораториями Сейчас здесь, к примеру, идет синтез лекарств от рака из местных экзотических растений Вот так выглядят спасительные препараты Для Вьетнама очень важно поддерживать тесные отношения с Белоруссией Ваша страна обладает современными технологиями и разработками в сфере науки Мы уже договорились о запуске важных совместных проектов Это взаимодействие в сфере биотехнологий, беспилотников, космоса, оптической электроники, лазерных технологий и многих других Вьетнам обладает богатыми природными ресурсами Здесь есть запасы нефти, газа, бокситов, олова, золота В одной из провинций страны находится и крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля Кроме того, сельское хозяйство вывело Вьетнам в мировые лидеры по продажам риса, кофе, чая, специи А еще в последние годы эта страна активно развивает сферу туризма А как это переводится? Бесконечные пляжи Нячанга, побережье Фонтьета с волнами, бросающими вызов серферам Древние храмовые комплексы для любителей истории и нетронутая природа в национальных парках для всех В Вьетнаму есть чем удивить туристов В прошлом году здесь отменили визы для белорусов Поэтому местные турфирмы сейчас готовят специальные маршруты и цены для путешественников из Синеокой Обсуждается запуск и прямого авиасообщения между нашими странами У нас в Вьетнаме есть все то, что туристические из Беларуси нужны Это хорошая природа, красивые бляжи, вкусные блюда с мероприятными продуктами Свежие фрукты Беларный способ передвижения по Вьетнаму 85% всех транспортных средств в этой стране двухколесные Однако это не экологично и тем более небезопасно Ежедневно на дорогах страны гибнут 30 человек в авариях 70% всех ДТП случается именно с участием мотоциклистов Правительство страны планирует в ближайшие годы вовсе запретить двухколесный транспорт в крупнейших городах Место скутеров должны занять современные автобусы Такие, как этот МАЗ-103 Разработка белорусская, сборка вьетнамская Пока что выпущено две такие пассажирские машины А вот в следующем году уже начнется массовое производство Мы работаем над его стоимостью Мы еще работаем над тем, чтобы это технически была абсолютная новинка Того, чего нет вообще Поэтому вот такой вот красавец у нас получился Вот эта машина идеально подходит для города Хошимин И мы тоже можем осуществить определенного рода революцию Одну транспортную революцию в свое время белорусская техника уже совершила во Вьетнаме Мотоциклы Минск здесь предмет отдельного культа В свое время именно на них пересели с велосипедов вьетнамцы Мы любим Минск! Вы смотрите, это молодые люди, вьетнамские, молодые ребята Просто у них любовь к Минску Минск – это как автомат Калашникова среди мотоциклов Говорят вьетнамские любители двухколесного транспорта Купить такую технику здесь непросто Владельцы не спешат расставаться со своими железными конями Помните пословица? Один старый друг лучше, чем 100 новых Хотя у нас сейчас современные мотоцикли Но мы все-таки любим Минск Фан-клуб белорусских мотоциклов объединяет около полутысячи вьетнамцев Причем любители Минсков есть во всех провинциях страны Здесь даже родилась своя поговорка Здоров, как Минск! Такую технику здесь ценят за простоту и надежность Особенно на горных дорогах Анна Ти – дизайнер одежды, свободный художник Мать двоих детей и байкер О собственном Минске мечтала еще со школы Первые же самостоятельно заработанные деньги потратила на белорусский мотоцикл Мне кажется, мы похожи характерами с моим Минском Он мощный, выносливый и в чем-то рисковый Только на этом мотоцикле я могу путешествовать по стране Очень хотелось бы, чтобы в Ханое снова начали продавать новые Мински Они были бы очень популярны Вьетнам становится нашим во многих сферах А все потому, что взлетающий вьетнамский дракон И стремительный белорусский бусил движутся в одном направлении КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова